Файл! 21-мм орудий с дальностью стрельбы в 14 км, не самое плохое ПМК и авто-ПМК. ПВО, однако, у нас нет, но о нем позже. По оборудованию я поставил кучность орудий главного калибра, рули и противоторпедную защиту, чтобы снизить урон от торпед аж почти на 40%. Если что, это ПТЗ на 4% круче, чем у Ямато. Элитный бонус выбрал первый, все то же самое ПТЗ. Я пробовал альтернативный вариант, все поставить в перезарядку и добавить живучести ГК, но это все равно не позволило делать третий залп на перезарядке. В общем, все в ПТЗ. Хватит пока воды, беру с собой боевого медведя и в бой. В кои-то веки бой у нас не в золотом канале, в котором всегда надо брать точку, кстати говоря, а в грозовой бухте. Тут я всегда предпочитаю орудия выворачивать в сторону края карты, а самому держаться ближе к центру. При таком раскладе вы почти никогда не окажетесь в ситуации, блин, я на краю карты всех убил, а враги давно на базе. Ну а пока идет стартовый разъезд, пойду в Википедию читать, интересно же. Строилась Рома по несколько улучшенному проекту кораблей типа Литторио. Закладка корабля была осуществлена 18 сентября 1938 года на верфи Кань, Тьери, Руинити и Делли Адриатико. В Триесте, на том же стапеле, с которого сошел Витторио Винетто. Послушать так мафиози какие-то. 9 июня 1940 года корабль спустили на воду. В строй он вошел 14 июня 1942 года. По сравнению с Витторио Винетто, этот линкор был немного улучшен в конструкторском плане. Размер надводного борта был немного увеличен, а зенитное вооружение дополнительно усилено. Вместо 24-20 мм пушек бреда, что за бред, были установлены сразу 32 таких орудия, что никак не повлияло на ПВО в нашей игре. Кстати о ПВО. Вместо ПВО у нас есть ПТЗ. Ну в смысле мы настолько слабый урон от торпедоносцев получаем, что нам их избивать не надо. А вот от бомб мы страдаем, горит Рома очень даже и неплохо. У корабля есть быстрая перезарядка и система наведения, рекомендую прожимать их хором. Тогда все будет залетать часто и метко. Для цеперки одинаковое время. Как видите, точность орудия у Рома просто запредельная. Я бы настоятельно рекомендовал играть Рому от третьей линии. Снайпер Рома знатный. А вот по броне лично мне он показался ну очень уж картонный. Из меня в одном бою Эльза с борт в борт решетот сделал просто на изи. Поэтому стоим и стреляем издали. Это конечно скучновато, но зато эффективно. Настолько скучновато, правда, что боя перематывать приходится. Боевой службы, кстати, у реального линкора особо и не было. Потому что когда его построили, там уже британский флот всех нагибал в Средиземноморье. Потоплен же Рома был вообще силами Люфтваффе, когда после капитуляции Италии в 43-м году шел на сдачу на Мальту. Чтоб союзникам не достался. Кстати, у Ромы есть в нашей игре свои задачи боевой славы. При этом очень простые. Первое, боевой пост. Просто сразиться в 10 боях. И второе, точный огонь. Нанести урон цитадели 5 раз за бой. За выполнение их вы получите серебро, золотые бустеры и сталь. Новый ресурс в нашей игре. Выполнить их ну очень просто на Роме. 10 боев и так понятно. А 5 цитадели я выбил с третьей попытки. В этом вот самом сражении. При этом в двух предыдущих боях я выбивал по 4 цитадели. Рома хороший. Рома любит цитадели. Чё это я? Ну и теперь давайте я расскажу о личных впечатлениях. Лично мне по геймплею Рома напомнил крейсер СССР Москва. Если вам заходит Москва, то смело можно сказать, Рома вам точно подойдет. Та же точность, похожая баллистика. И та же игра от дальность. Только если Москву Шима таки может подловить, то тут со всех вееров вас не заберет ни один эсминец. Маневренность у линкора тоже на высоте. И покрутиться он может не хуже Москвы. И это учитывая, что Рома все-таки линкор. Это был обзор с водой. Всем пока.